МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финансы, умные дома, мобильное ТВ. В чем причина? Мы прошли стадию экстенсивного роста, как телеком-бизнес. И, безусловно, в рамках нового этапа мы ищем новые возможности, к которым можем подключить наших абонентов. И, конечно же, новые рынки представляют для себя эти новые возможности. Везде, где человек, используя телефон, может получить для себя дополнительные преимущества, дополнительное удобство является потенциально интересным рынком для телеком-оператора, в котором мы можем предложить что-то уникальное и интересное для нашего абонента за рамками наших кур-услуг. Соответственно, те рынки, которые вы перечислили, однозначно попадают в список того, куда смотрим и мы, и в целом телеком-индустрия по всему миру. Пять месяцев назад еще было так, вот класть деньги на телефон – это абсолютно нормально, а привязывать банковскую карту к телефону – это было очень странно. Что изменилось за эти пять месяцев с тех пор, как вы в 2016 году запустили банковскую карту? И довольны ли вы результатами? Это уникальный продукт, которого не было нигде в мире. Мы в компании «Мегафон» первые запустили именно этот проект, как раз потому, что понимали и видели по тем трендам, которые существуют у нас в мобильной коммерции, что счет мобильного телефона используется как полноценное платежное средство, но, к сожалению, ограничено тем, что далеко не все классические инструменты, такие как банковская карта, имело какую-то связь устойчивую с этим счетом. Соответственно, идея родилась из того, что если есть счет и на нем лежат деньги, то надо дать возможность нашим абонентам распоряжаться этим счетом так, как им удобно. И спустя пять месяцев после ее запуска я могу сказать, что ключевые предпосылки, на которые мы рассчитывали, они сработали. Уже на сегодняшний момент более 450 тысяч карт выдано, более 100 тысяч человек пользуются этими картами в регулярном режиме. Оборот в декабре достиг практически 1 миллиарда рублей. То есть за три месяца с небольшим, с момента полноценного запуска карты, ее федерализации, мы смогли выйти на обороты, которые, на самом деле, многие банки могут позавидовать. Безусловно, проникновение банковской карты не будет 100%. Оптимально для вас какая цифра? После какой цифры вы скажете, все, мы довольны? Ну, мы никогда не останавливаемся на достигнутом, мы никогда не останавливаемся удовлетворенными. В планах, безусловно, в этом году преодолеть шестизначное число по количеству выданных карт, то есть превысить 1 миллион. А вашу карт представляла Елизавета Боярская. Как вам работало с ней? Когда мы совместно на пресс-конференции представляли ролик и, собственно, еще раз затронули все преимущества нашего продукта, я был удивлен тем, как Лиза поняла продукт и, по сути, стала его евангелистом на этой пресс-конференции, хотя, в принципе, никто не ставил перед ней задачу погрузиться, выучить какие-то презентации. Она должна была просто представить. Да, и она должна была, по сути, представить себя и рассказать о том, как дался ей творческий процесс участия в съемке рекламного ролика. И то, что она смогла рассказать об этих преимуществах, для меня это было, опять же, подтверждением и доказательством того, что мы не придумали что-то никому не нужное, неизвестно для чего, а мы нащупали ту потребность, которая есть у совершенно разных категорий лиц. Какие цели у Мегафона в плане банковского продукта? Целью является каждый сегмент, в котором наша карта может дать возможность более удобного использования своего счета. Есть сегмент молодежи, где это действительно первая карта, которую легко получить. Есть сегмент консервативных пользователей, у которых карты нет, либо основная карта используется только для в основном снятия наличных. Но есть и прогрессивный сегмент, как, например, Лиза Боярская, для которой основная карта является источником хранения, я думаю, существенных, учитывая, что Лиза успешная актриса. И ее использование в целом ряде направлений, даже не для консерватора, опасно. Вы вообще следите за тем, как россияне используют карточку Мегафона? Мы, действительно, запуская продукт, не понимали, какой будет профиль использования карты. Как оказалось, по количеству операций первое место занимает продуктовый ритейл. На втором месте по количеству операций это переводы и платежи. На третьем месте у нас идут кафе-рестораны. Четвертое место — это как раз-таки интернет-площадки. И на пятом месте — это, по-моему, АЗС. Это то, как раз-таки, чего мы и хотели добиться. Потому что если карта используется у тебя в повседневной жизни, это лучше свидетельство того, что она тебе полезна. На нашем портале пользователи часто жалуются, что то не удается войти в личный кабинет, то проценты на остаток начисляются не вовремя. А с чем это связано? В чем причина? Действительно, у нас происходят периодически некоторые технические сложности. Из-за них я лично, пользуясь случаем, хочу извиниться перед каждым пользователем, кто с этим столкнулся. Любой возникший технический баг носит временный характер, ограниченный максимум несколькими днями. И самое главное, 100% мы гарантируем, потому что это не приведет ни к каким финансовым потерям и некорректной отработке финансовой операции. Детские болезни нового продукта мы активно преодолеваем. И, соответственно, этот год в задачах у команды, которая занимается картой, и моя личная задача, является принципиальное снижение багов, которые существуют в этом решении. Наш народный рейтинг на нашем портале. Интересные отзывы? Вы смотрите, вы отвечаете на них? Все, что происходит в соцсетях, на сайте банки.ру, мы внимательно мониторим. И по каждому случаю, если особенно он вдруг для нас неизвестный, разбираемся от и до. Планируете ли вы предлагать абонентам микрозаймы, как поступают другие коллеги из телекома? Мы будем развивать все те продукты, которые могут позволить более эффективно, удобно, полезно использовать свой счет мобильного телефона. Вместе со счетом мобильного телефона появилась карта. Соответственно, вместе с картой, безусловно, у нас появятся предложения и кредитные, которые позволят удобно получать доступ либо к быстрым деньгам, либо, может быть, к длинным деньгам, в том числе для наших пользователей. Когда в планах? Этот год. Вы запустили услугу денежных переводов. Вот она востребована? Вы довольны ей? В целом, денежные переводы имели тренд к росту. Но после того, как мы перезагрузили наш портал MoneyMegafon.ru, запустили удобный сервис переводов со счета телефона, решетка суммы, запустили банковскую карту, мы увидели более чем 20% рост по переводам. И общая сумма достигла, превысила 250 миллионов. Один продукт помогает другому расти? Абсолютно верно. Поэтому я и назвал в целом подход к финансовым услугам нашим экосистемой. Экосистема — это как раз-таки такая взаимосвязь продуктов, которая поддерживает и делает удобным использование их широким кругом. наших абонентов. Вот эти сервисы, они практически убили выручку операторов от SMS. Не боитесь, что они отнимут у вас и выручку от голосовых услуг? В нашем мире постоянно появляется что-то новое. И это новое чаще всего не замещает, а дополняет. То есть вы не согласны, что SMS почти никто сейчас не отсылает? Я, ну, во-первых, это действительно не так. Просто там не существует роста и есть негативный тренд по выручке. Но, тем не менее, смс-ками пользуется все еще значимое количество абонентов. Которых 2G, видимо, да? 2G. Ну, я хочу сказать, что я до сих пор получаю довольно много смс от своих знакомых. Меньше. При этом я получаю еще в десятки раз больше сообщений в ТТ-сервисах. Но это не значит, что смс как канал, он уже не существует. ТТ-сервисы, они точно так же живут целью их передачи информации. То, чем занимается любой телеком-оператор. Просто форма передачи информации раньше была аналоговая, а сейчас становится цифровой. И мы как операторы делаем все, и уже многое сделано для того, чтобы быть самыми быстрыми в цифровой среде и самыми качественными, развивая свои LTE-сети, LTE-адванс. Для того, чтобы работали вот эти сервисы, нужны качественные цифровые сети. И в этом смысле наша роль в этом рынке может быть двойная. Во-первых, как инфраструктурная компания, а во-вторых, как компания, которая дает удобные сервисы, построенные на собственной инфраструктуре, либо удобные или дополнительные преимущества от пользования в том числе сторонними вот этой сервисами. А кто сейчас основные конкуренты? Это коллеги из телекома или банки, банкиры? Направление банковской карты, если мы говорим, то да, конечно же, мы здесь в первую очередь смотрим на банки, как ключевые игроки, которые играют на той же поляне, на которую мы вышли, и у которых можно многому научиться. Если говорить о телекоме, понятно, есть много новостей, мы все читали о том, что Сбербанк очень внимательно смотрит на МВНО. Но пока это все еще разговоры и желание попробовать себя в этой индустрии, но нереальные действия. Кроме того, сам по себе рынок телеком сейчас, на мой взгляд, и так находится в стадии жесточайшей конкуренции. Именно поэтому мы сейчас в Довосе был отчет по... По тарифам? По стоимости, да, от телекомуслуг по всем мире. И Россия находится на втором месте по уровню, по дешевизне телекомуслуг. Соответственно, на этом рынке, на самом деле, не так просто играть. То есть не советуете всем пробовать? Ну, я советую очень сильно подумать, прежде чем выходить. А что будет с тарифами как раз? Ну вот в этом году или в следующем году нас все-таки ожидает повышение тарифов? На такой территории, как Россия, отрасль не сможет развиваться, если цены будут самые дешевые в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что мы просто начнем терять качество услуг, если либо технологически, принципиально не найдем другой способ передачи, построения сетей, либо не будет происходить изменения в ценообразовании. Но это должно будет происходить очень тонко, потому что при том уровне конкуренции, безусловно, любые изменения в ценообразовании должны нести вместе с собой ценность. То есть конкретный абонент должен понимать, почему, и за что он готов заплатить, и за что он готов заплатить больше. А вы гордитесь своей картой, поскольку вы же... Можно считать, что это ваше ноу-хау? Ну, я этим горжусь. В кошельке она у меня всегда есть. Вот прям при вас покажу свою персональную карту, которой я активно пользуюсь. В первую очередь в кафе-ресторанах как раз-таки, там, где я карту отдаю официанту. И теперь я 100% спокоен, что с нее вдруг у меня не спишется 200 или 300 тысяч. У меня, кстати, был случай примерно год назад. Официант действительно вбил в аппарате вместо 1500 рублей 150 тысяч. Эти деньги были на карте? Да, эти были деньги на карте. И потом мне стоило больших трудов это все развернуть назад. Соответственно, используя карту Мегафон, я четко понимаю, что вот такой случай со мной не повторится. И то же самое в поездках в каких-то барах, клубах и так далее. То есть я являюсь активным пользователем даже как просто потребитель. Ну и, конечно же, я еще активно тестирую продукт во всех новых фичах, которые мы запускаем. Благодарю вас, Ян, за этот интересный разговор. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...